Здравствуйте! Сегодня с нами карта Галактики до Великого Гэзериншторма, как она была изначально. И мы дальше продолжаем рассказывать вам бэкграунд инквизиции. И для нашего проекта по ролевой системе инквизиторов обозреваем разных инквизиторов. В данном случае, о чем мы сегодня будем говорить? Сегодня мы поговорим о фракциях, даже нет, не о фракциях, а о философиях и мировоззрения инквизиторов, которые побуждают их делать те или иные поступки. Мы уже говорили о том, что банально есть две добро и зло, условно говоря, в кавычках. Есть фракция радикалов и есть фракция пуритан. Сегодня у нас пуритане, главное блюдо. Да, сегодня поговорим о пуританах, какие в них есть основные течения. На самом деле в бэкграунде встречаются упоминания о том, что их гораздо больше, но основных у нас три. Это трианцы, амалатиане и монодоминанты. Наверное, проще всего начать с монодоминантов, они самые простые, самые понятные. У них самая четкая идеология. Да, у них четкая философия. Ну, как можно понять из названия, монодоминанты – это те, кто выступает за доминирование одного вида, то бишь человеческого вида. Ну, это такие вот реально даже супер-ультраправые, причем без страха рыцарей, без страха и упрекой. Да, то есть они за чистоту человеческой расы. А что это значит? Значит, никаких псайкеров, потому что это бутация. Никаких, соответственно, колдунов, мутантов и прочих отродей. Вот тут вот хотел бы остановиться на одном моменте. Все авторы в последнее время, как книг, фильмов, игр, компьютерных игр, очень любят называть разнообразных существ расами. Так вот, расы – это отличия внутривидовые. Вот внутри Homo sapiens есть негроиды, монголоиды, европеоиды. Вот, это все разные расы внутри вида Homo sapiens. Я отказываюсь признавать, что двуногие разумные грибы, какие-то синерожие без носа и сифилитики, там, безволосые белые обезьяны, какие-то дрищи остроухие – это все один и тот же вид. Нет. Расизма в Архаммере нет. Люди черные, желтые, белые – все выступают единым фронтом. Против других видов. Есть видизм. Как только отклонение в ДНК присутствует, либо это мутация, либо это просто другой биологический вид, вы попадаете под нож фактически, под гребеночку. И это характерно как раз для монодоминантов. Поэтому называть разных этих существ разными расами некорректно. И, собственно, монодоминанты, да, они борются за доминирование и выживание единственного вида человека. В основном монодоминантов очень много в Орду Малиус, и, как правило, это молодые инквизиторы, то есть те, которым там, как следует, промыли мозги всхолопрогениум. Которые только-только. Да, министорум их, значит, романтизм в головах гуляет такой, что, типа, человечество обрещено править галактику, назовем это так. И молодежь в основном стремится так радикальными методами укрепить эту идею. Но бывают, как мы видим из бобераунда, из того же, и очень зрелые инквизиторы, которые продолжают гнуть эту линию, в основном они не слишком блищут интеллектуальными какими-то способностями. Ну, это самое простое, на самом деле, скажем так, нормальных направо, ненормальных налево, и всех сжечь быстренько. При всем при этом они отрицают вообще возможность использования колдовства. В принципе, не бывают псайкерами, по своим убеждениям. И самое что главное, они не признают ничего, вот, нестандартных методов ведения деятельности своей. Да, самое простое прилететь, зависнуть к кораблю над планетой, объявить, что вы являетесь целью расследования священной инквизиции, и сдавайтесь, короче, и сами лучше застрелитесь. Типа там, да, если вы колдун, сама сожгетесь. Да, потому что мало не покажется никому, и как раз вот эти ребята отвечают за экстреминацию целых планет. Потому что проще, ну, для них действительно проще ради выживания человечества уничтожить население целой планеты, не дай бог там, чтобы какой-нибудь один псайкер оттуда не ускользнул, или что-то подобное. Такие ультраведисты такие. Да. Ну и при всем при этом они в очень плохих взаимоотношениях со всеми остальными фракциями инквизиции, естественно. Но, потому что вот следующие ребята, про которых мы сейчас упомянем, это Торианцы. Эти очень странные товарищи. Ну, начнем с того, что они, их название даже говорит о святом таком Себастьяне Торе, который в эпоху раздора, ну, про него, на самом деле, надо отдельно рассказать, там очень обширное повествование. Он в эпоху раздора объединил расколотые человечества опять в очередной раз. Там была тоже такая маленькая ересь одного экклезиарха, Гок-Вандир, по-моему, называли. В М-36. Да. И, соответственно, он как святой, как проповедник объединял человечество по-новой. И вот у него, конечно, были свои взгляды. И они, в принципе, последователи его взглядов. Ну, они даже не то, чтобы последователи его взглядов, они его объявили воплощением императора, что вот в него вселился дух императора. На тот момент времени. Да, да, да. Именно этот дух позволил ему, значит, всех побороть. И вот министору, значит, опять восторжествовало. Закончить эпоху раздора и утвердить главянство экклезиархии, церкви в данном случае. Как бы громко это ни звучало, но это факт. Это такой, знаешь, мега-папа. Получился мега-папа римский всей галактики, по сути. Ну, фактически апостол Петр какой-то, мега. Ну вот. И трианцы ищут таких людей в местах, где происходят какие-то сражения, какие-то сложности, где вот проявление героизма. Вот. И верят в то, что они смогут найти достойное вместилище для императора, потому что создать вместилище искусственно не получилось у них. Вот. Ну и вот и среди трианцев там есть отдельное ответвление. Они занимаются наоборот. Тем, что ищут эти вместилища императора предполагаемые и уничтожают их. Потому что среди людей настолько чистого и прекрасного, значит, существа быть просто не может. И все претенденты это, по сути, искушение варпома. Поэтому их надо убивать и сжить. Ну, такая тоже, скажем, альтернативная точка зрения на реальность получается. Ну, у них, да, своя реальность. Вот. В свою свиту они обычно набирают каких-то мудрецов, псайкеров. Они изучают взаимодействие варпа и физической материи. Вот как бы так половче дух императора, значит, вернуть в реальность. И для этого пользуются услугами всяких разных странных личностей. Ну, среди орда Ксенос их не так много. Но кроме тех, кто верит, что всякие эльдарские штучки, всякие психосилы там эльдарские, психокости, помогут, значит, им найти ключ. Ну, потому что эльдары, поскольку, в общем-то, они на заре своего господства в галактике, когда они были самой доминирующей расой, столкнулись с ужасами варпа, и потом очень долго, тысячелетиями, это все происходило у них взаимодействие, да, то они разбираются все-таки, хоть у них сейчас расу укасает, но они в курсе того, что происходит, они знают, что такое варф, что такое боги и все такое прочее. У них у за них свой пантеон. Да, не слоняш породили. Благодарим целый бог хаус. Так что, да, они в курсе, в курсе, конечно, всего. И самое интересное, да, что эльдары, они же используют в местилище своей собственной души, камней души используют. И вот это вот несколько подводит к мысли о том, что как-то, наверное, все-таки вот эта вот личность императора, которая витает в варпе, может воплотиться в каком-то очень-очень чистом душой, сердцем человеке, да. Ну, не знаю, пока подтверждение вот именно, что от императора, дух императора в него вселился, конечно, не было. Таких типа 100%. Да, бывают святые, это много примеров, да, там, бессмертные люди, которые, допустим, после, там, смерти воскресают опять благодаря чуду, чуду, ну, кто знает. Но, тем не менее, тем не менее, ищут по-прежнему вот этих вот одаренных личностей, которые теоретически могут быть отмечены вот этим вот благословением императора. То есть являются проводниками, наверное, его воли. То есть это очень важно, что найти такого человека и, ну, чтобы и помочь ему сделать определенные действия, чтобы воля императора воплотилась в реальность. Ну, как мы все понимаем, что даже если сейчас, допустим, возродится Иисус Христос, второй раз придет, то, скорее всего, церковь этого не допустит. Ну, не собственно говоря, другие инквизиторы, но многие инквизиторы тоже не хотели бы, естественно, воплощения императора, потому что, ну, имперская кредо, она очень сильно отличается от того, что было. Ну, и опять же, да, есть более-менее свежий бэк, мы его сейчас не касаемся, потому что все-таки инквизитор, ну, в основном бэк вселенной, вот, ролевой игрой инквизитор, он на тот момент был зафиксирован, на котором вот игра разрабатывалась, да. Конечно же, императору не понравилось то, что его сделали богом. Но он против этого всегда. Ну, и на самом деле, кампейн Лезеринг Штору и воскрешение Желемана плюс-минус здесь проливает некоторый свет на события. Ну, вернемся, опять же, к нашим инквизиторам. Да, в их расцвете сил. Вот, и третья фракция, которой, опять же, принадлежал в начале своего, своей карьеры Грегора Эйзенхорн, это Амалатианцы. Эти ребята – консерваторы. С названием их происходит от горы Амалат на планете Галатамор, на Галатаморе. Собрался огромный отклав, приехали кучи, значит, космодесантников, приехала куча инквизиторов, они все там заседали, все, значит, поручились, а потом Солар Махариус пошел, устроил крестовый поход и присоединил тысячу миров к империю. Вот такой силы, значит, это было сборище, что после него зародилась целая вот философия, целое философское течение. Эти ребята против перемен. Они считают, что император создал империю, он дал людям вот это, это, это и это, и это надо всеми силами сохранять. Ни в коем случае нельзя ничего развивать, ни в коем случае нельзя ничего терять. Все должно быть так, как завещал император. Вот, и когда он проснется, он увидит, что детище его живо, и одобрит. Вот, значит, а так император одобряет, они всеми силами стремятся это сохранить. Вот, ну и, соответственно, подтягивают к этому делу всяких разных силовиков к себе, всяких священников, тех, кто помогает сохранять целостность империума. Консолидирует ответственных людей, которым можно поручить сохранение наследия императора. А это что? Собственно говоря, наш империум, империум человечества, которым, в общем-то, действие игры происходит. Ну вот, то есть это основные три таких философских направления среди уритан, тех, которые чтят законы, чтят заветы императора по-своему, да, по-разному они все это понимают. Ну, они стремятся вот очистить как-то империум от сквера, от ксеносов, еретиков, демонов и прочих угроз. Вот, а в следующий раз мы вам расскажем о радикальной фракции. Она, наверное, более интересна. Потому что там больше нет течений, и они все хитрые, с подковыречкой такие ребята. Они более противоречивые такие, у них не все понятно и не все однозначно. Ну, тем не менее, тем не менее, спасибо вам за просмотр, надеюсь, вам понравилось. Свои вопросы, комментарии оставляйте под видео, смотрите другие наши ролики, которые посвящены бэкграунду инквизиции и инквизиторов и прочих-прочих. Ну, и пишите свои предложения, что бы вы хотели узнать по этому поводу. Всем спасибо, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok